Меня зовут Алексей Яковлев, являюсь руководителем компании «Семкомплекс» и учебного центра «Сеостадий.ру». Я являюсь соавтором трех книг по интернет-маркетингу. Это книга по раскрутке сайтов, по контекстной рекламе и по веб-аналитике. Я спрашиваю, будут ли слайды. Если организаторы отдадут, всех слайды как-то организовано, значит дадут. Если вам нужны слайды моей презентации, то в конце будет мой email, вы можете мне написать, и я вышлю вам слайды данной презентации. Презентация будет довольно-таки интересная, с конкретными кейсами, примерами и цифрами, на что следует обратить внимание. Наша компания является специализированным агентством по контекстной рекламе и по веб-аналитике. То есть, как анализировать эффективность тех вложений, которые вы направляете на интернет-рекламу, на интернет-маркетинг. Мы имеем аккредитации по Google AdWords, по Google Analytics, аккредитации Яндекса и так далее. Если возникают какие-то конкретные вопросы по ходу, то вы прямо в чате можете их задавать и по ходу будем обсуждать. Так, давайте начнем. По статистике, есть такая неутяжительная статистика, 80% интернет-магазинов, которые открываются, они либо не открываются вообще, по ряду причин, о которых мы будем сегодня детально говорить, либо они закрываются в первый год. То есть, предприниматели начинают создавать свои интернет-магазины, запускают их, но в первый год понимают, что не окупают, даже получают прибыли меньше, чем получили бы там зарплату, если бы работали у кого-то. Есть, да, такая неутешительная статистика, что 80% интернет-магазинов, к сожалению, закрываются. Значит, какие есть причины краха? Ну, есть общие причины, но они типичны для любого бизнеса, если кто-то из вас уже начинал какой-то бизнес, то вы наверняка слышали, что нельзя ни в коем случае начинать бизнес 50 на 50, как бы это ни хотелось, когда два партнера, и никто не хочет подвинуться, и открывается бизнес 50 на 50. Рано или поздно, ну вот если даже, можно выписку взять любой компании, если вы видите, что у данной компании два учредителя, и у них доля равная 50 на 50, знайте, что эта компания не будет долго на рынке. И кто, если из вас кто-то сталкивался с фундаментальным анализом, то есть работали там на фондовом рынке и так далее, фундаментальный анализ, он как раз вот анализирует такие моменты, никто не будет вкладывать какие-то серьезные деньги, какие-то серьезные инвестиции, если у бизнеса равные процентовки, там 50 на 50, потому что этот бизнес, он обречен на провал. Но всегда, рано или поздно, это может быть через год, через два, через пять, через десять, неважно, рано или поздно встает какой-то вопрос, который нужно принять решение. Но у двух партнеров совершенно кардинальные мнения по данному вопросу. Один там считает, что необходимо, допустим, вложить денежные средства, а второй считает, что необходимо их вывезти и там на Кипр съездить. Так как доля равная, ни у кого нет перевеса, принять какое-то решение невозможно. И бизнес, скорее всего, захлопывается и закрывается. Поэтому 50 на 50 я бы вам никогда не рекомендовал открываться. Вот есть другие такие общие проблемы, как там бизнес с друзьями и так далее. То есть открыл бизнес с другом, получил там, нажил себе врага и так далее. Это известная истина, мы сейчас не будем об этом говорить. Мы перейдем непосредственно к интернет-торговле, так как тема у нас больше по интернет-магазинам. Второе, это основной тоже момент именно для интернет-магазина, это неправильный выбор ниши. Понятно, что от выбора ниши зависит, наверное, процентов 80, а то и 90 успехов. Если вы выбрали нишу неправильно, то никаких прибылей у вас не будет. Очень рекомендуется проводить тестирование. Не сразу же открывать дорогущий интернет-магазин, откладываться деньгами, а можете поэтапно. Выбрали какую-то нишу, допустим, захотели продавать детские игрушки, какие-то уникальные предложения, фотографии делаете, какие-то уникальные, печатаете баннеры и вот решили продавать. Для того, чтобы протестировать, вам не обязательно открывать свой интернет-магазин. Вы можете либо на авито выставить и посмотреть, есть ли, в принципе, спрос, либо на каких-то бесплатных хостинг-провайдерах протестировать. В свое время, где-то в начале, по-моему, 2000-х годов, тогда еще я не был предпринимателем, работал тоже на дядю и протестировал нишу, привез парфюмерию из Москвы, купил таким мелким оптом. Естественно, там свой интернет-магазин не открывал, раскидал по разным каналам, еле-еле свел концы с концами, это был мой первый опыт, еле-еле окупил затраты на транспортировку, на доставку, еле продал. А если бы я еще вложился в создание интернет-магазина, то понял бы, что ниша уже не актуальная и прогорел бы, скорее всего. Поэтому гораздо необходимо очень правильно, очень аккуратно выбрать нишу и от этого очень сильно все зависит. Третья проблема, почему крах происходит, это неумение работать с маркетинговыми инструментами, интернет-инструментами. Если проанализируете рекламные кампании, то заметите, ну вот мы дальше будем говорить про инструменты, допустим, SpyWords или 7Rush, вы можете детально проанализировать всех ваших конкурентов, либо свои рекламные кампании. И опять же дальше, если получится показать на экране, как работать с некоторыми сервисами, я покажу вам типичные ошибки, как сливаются миллионные бюджеты на интернет-рекламу, на интернет-маркетинг, которые никогда к конверсиям, к транзакциям, к прибыли не приведут. Следующая проблема – это недооценка технических рисков. Тоже огромная проблема, начинают создавать интернет-магазин, закладывают туда определенную стоимость разработки этого интернет-магазина, кто-то закладывает 10 тысяч рублей, кто-то 20, но реально нужно понимать, что закладывая эти риски технические, необходимо закладывать, потому что всегда необходимо будет какие-то доработки вносить, необходимо будет интегрироваться с CRM, с аналитической системой, с анализатором прайс-листов и так далее. Но это опять же мы в дальнейшем чуть позже разберем. Это в зависимости от той ниши и от тех объемов, оборотов, с которыми вы будете работать. Ну и последняя проблема, которую я здесь выделил, это отсутствие четкого плана. То есть чего мы в принципе хотим добиться. Если мы хотим делать 10 продаж в месяц – это одно. Если мы хотим захватить рынок, то это, наверное, совершенно другое. Поэтому определить четко, что мы хотим, необходимо еще до этапа запуска интернет-магазина. Это нужно сделать на этапе планирования интернет-магазина. Пойдем дальше. Варианты создания интернет-магазина. Какие есть варианты? Ну мы сейчас будем говорить не про техническую сторону. После меня будут много интересных докладчиков, которые будут вам говорить, как создать интернет-магазин, пошаговые инструкции вам будут давать и так далее. Я хочу немножко с другой точки зрения посмотреть, какие есть варианты создания интернет-магазина. Можно создать так называемый интернет-ларек. Их сейчас в Рунете большинство. Когда прибыль… Ну это, грубо говоря, интернет-магазин такой он для себя. Это не бизнес, это именно ларек такой. Вот прибыль до 100 тысяч рублей в месяц. Просто хобби, как хобби у вас будет интернет-магазин. Ну вот некоторые примеры – это там различные сумки из Италии, допустим, там посуда, какая-то автотематика и так далее. То есть это для крупных игроков. Это неинтересные такие ниши, они туда никогда не полезут. Просто это немасштабируемый бизнес такой. Для себя, для хобби – это такие интересные возможности. И можете там не работать на дядю, а, собственно, открыть свой интернет-магазин и работать самому на себя. То есть это не бизнес, это работа на себя. Значит, тут есть проблема. Проблема в масштабируемости. Вы не сможете взять, допустим, специалистов в штат, как-то развить этот бизнес, у вас вряд ли получится. Потому что как только вы начнете действительно на какие-то обороты выходить, вам потребуется большой штат, офис, различные инструменты, скрипты, дорогущие всякие анализаторы прайс-листов и так далее, допиливание под себя различных скриптов, различных интернет-магазинов. И, собственно, данный интернет-ларев, как я его называю, он не потянет, вы не потянете по вложениям. Следующий вариант, ну, вот этот вариант мы не будем рассматривать. Это действительно используется больше вот как хобби. Ну, вот примерами таких интернет-магазинов может быть, допустим, какой-нибудь фотограф, классный фотограф, там, я не знаю, плавает с аквалангом. Вот он плавает себе, делает фотографии, потом печатает из них постеры и создал интернет-магазин по продаже вот этих вот своих постеров. Масштабировать он этот бизнес не сможет, никто, кроме него, эти постеры не сможет делать. И, собственно, у него есть определенная ниша своя, и он эти постеры там продает, допустим. Кто-то там продает какие-то там узконишевые, там, строительные материалы, допустим, там, я не знаю, бурители, ну, буры для бурения земли. Есть, конечно, там китайские аналоги, ну, вот есть такой мини-бизнес, который вот по одному, по две, там, три бура там в день продает и зарабатывает себе там определенную сумму денег. Понятно, что бизнесом это назвать сложно, это действительно хобби такой для себя, открыл интернет-магазин для себя. Второй вариант, это вот именно бизнес, в широком понимании слова бизнес, когда не вы работаете на кого-то, или на, в том случае, на там ваш интернет-магазин, а когда на вас работают, на вас работают люди, на вас работает ваш бизнес, собственно. Здесь понятно, как в любом бизнесе должны быть вложения. Без вложений тут, ну, в этом варианте можно, да, действительно, открыть интернет-магазин для, без каких-то серьезных вложений. Если говорить про вариант создания именно бизнеса, то, ну, тут я не видел, во всяком случае, успешных примеров, когда открывались именно успешные бизнесы без каких-то вложений. Здесь идея какая? Здесь мы берем довольно-таки большим оптом, продаем, собственно, в розницу, ну, типичная B2C. Берем у бизнеса, отдаем в розницу. Здесь мы сталкиваемся с рядом проблем, а именно организация процесса, чтобы люди на вас работали, системы мотивации, контроль и сдержек, различные системы аналитики, вот опять же, там, интеграция с CRM-кой, различные анализаторы прайс-листов, анализаторы конкурентов, у кого дешевле, у кого дороже, то есть, ну, множество, масса инструментов вам потребуется. И здесь, естественно, не обойтись без бизнес-плана. Вот именно вот о бизнес-планировании мы, собственно, и будем говорить вам по-хорошему, для себя, ну, вот в данном случае, бизнес-план, он нужен больше вам для понимания самих процессов, то есть, куда вы пойдете, куда вы хотите идти, чего вы хотите добиться в итоге, то есть еще третий вариант, найти инвестора. Это такой самый, конечно, шикарный вариант, но понятно, что найти инвестора хорошего инвестора не у всех получится. Ну, типичный пример, вот мы просто в бизнесе по интернет-рекламе, по интернет-маркетингу уже давно, примеров можем массу привести. Когда действительно интернет-магазин работает на инвесторские деньги, допустим, нужно ему создать сайт. Что он делает? Вы думаете, он пойдет там, найдет себе фрилансера за 20 тысяч, он ему там интернет-магазин сделает без вложений? Нет. Вот типичный пример, я не буду называть бренды, это все-таки конфиденциальная информация. Делает, как сказать, тендер, объявляет тендер. Платим 150 тысяч за дизайн главной страницы. В тендере могут участвовать до 10 веб-дизайнерских компаний. То есть, каждая из веб-дизайнерских компаний, она платит 150 тысяч и выигрывает сильнейший. Тот, кто наилучшую главную страницу нарисовал, тот и будет нам дальше сайт изготавливать. А стоимость разработки сайта там уже 2-3-4 миллиона рублей. То есть, это уже именно инвесторские деньги. Честно говоря, если считать именно окупаемость этих инвестиций, то тут, конечно, встают очень большие вопросы. Всегда встают вопросы анализа эффективности этих вложений. Много вопросов. Мы сегодня вот эту тему не будем затрагивать, так как у нас немножко тема другая. Если бы у нас была тема, как освоить 10 миллионов долларов, то это бы имело смысл разобрать. Сегодня мы будем больше говорить о первых двух вариантах и даже больше сосредоточимся именно на втором варианте. Потому что все заинтересованы именно в открытии бизнеса, а не в том, чтобы пахать на день и ночь, без выходных, работать, работать и работать. Это все-таки тоже, наверное, не бизнес. Поэтому мы сосредоточимся именно на втором варианте. Но для этого вам понадобится бизнес-план. Что, собственно, должно быть в этом самом бизнес-плане? Опять же, мы сейчас не говорим про бизнес-план, который вам необходимо отдать в банк для получения инвестиций или для получения кредита. Мы будем говорить про бизнес-план больше для вас самих, чтобы четче понять, куда вы идете, куда вы развиваетесь. И здесь есть два направления. То, чем вам может помочь интернет-маркетинг именно с целью для бизнес-планирования. И что, собственно, не даст вам интернет-маркетинг, что вам нужно какими-то своими средствами искать, понимать, считать и так далее. Ну, что вам, чем вам может быть полезен интернет-маркетинг? Вы можете определить общий объем возможного спроса. То есть, в принципе, что в интернете есть спрос на ваш товар, либо, ну да, на ваш товар в данном случае, либо нет в принципе спроса и вам его нужно создавать. Но первопроходцам всегда тяжело. Вы прекрасно понимаете, что вы, грубо говоря, должны развивать эту нишу. Это довольно-таки большие и серьезные вложения. И вы развиваете эту нишу не только для себя, но и для всех ваших конкурентов. Поэтому идти первым не всегда самый такой оптимальный вариант. Но в интернет-маркетинге вы можете как раз определить возможный объем спроса. И второе, вы можете рассчитать затраты на привлечение. Затраты на привлечение одного посетителя, затраты на одну конверсию. По каждому рекламному каналу. Вот, собственно, чем и занимаются веб-аналитики. Устанавливают какую-либо систему аналитики и анализируют. Но это уже делается для развитого интернет-магазина. Пока у вас интернет-магазин пока не запущен, вы можете только использовать открытую статистику. Там данные WordStata, Яндекса, данные по различным каналам. Там Яндекс.Директ, Google AdWords и так далее. То есть, сколько денег потребуется на привлечение того или иного посетителя, на привлечение покупателя по каждому конкретному каналу. И что не даст вам интернет-маркетинг? Интернет-маркетинг вам, естественно, не даст. Анализ себестоимости. То есть, сколько вы будете платить за растаможку, если вы введете товар, какие гарантии вы можете дать. Все остальное, бизнес-модель, это вам, естественно, нужно просчитывать, продумывать самостоятельно. Как вы договоритесь с поставщиками, на каких условиях. Понятно, что все зависит от ваших договоренностей, от ваших планируемых оборотов и так далее. Если у вас обороты планируются большие и вы гарантируете крупному поставщику эти обороты, то для вас будет, естественно, какие-то льготные условия. Так, тут вопрос. Но это больше к организаторам вопрос. Значит, естественно, нужно... Вы можете получать определенные бонусы, скидки от оптового прайс-листа. И в зависимости от того, какие скидки от этого оптового прайс-листа вы добьетесь, вы выбьете у вашего поставщика, так, собственно, и вы либо будете более эффективны, и у вас будет интернет-магазин, либо менее эффективны. Но интернет-маркетинг здесь вам, собственно, никак не поможет. Это все зависит от ваших харизм, от вашей договоренностей. Значит, и следующее, что не даст вам интернет-маркетинг, вы не сможете просчитать окупаемость проекта, либо, другими словами, точку безубыточности. Потому что, опять же, на окупаемость всего проекта очень сильно зависит, какие гарантии вы даете, сколько вы платите за растаможку, либо вообще ничего не платите. Есть же миллионы примеров, когда создаются вот эти интернет-маркетинг для себя. Там вообще растаможки белой никакой нету, гарантий там никаких нету, платежи принимаются кое-как, в общем, экономятся на всем. И так далее. Поэтому окупаемость проекта, опять же, зависит от того, насколько вы успешно договорились с поставщиком и так далее. Есть же примеры сплошь и рядом, когда бизнесы, особенно с сезонностью, они зачастую в течение года работают с ИВ в убыток. Почему? Потому что есть определенные договоренности с поставщиками по оборотам, по объемам. То есть они должны выбирать в месяц, допустим, там, я не знаю, тысячу, ну, какую-то там партию, какое-то определенное количество товаров. А в эти месяцы просто физически спроса на этот товар нету. Поэтому они за свой счет выкупают в эти месяцы товары, просто если они не выкупят, их выкинут, и им больше не продадут ничего. Поэтому, чтобы не портить отношения, они себе в убыток эти месяцы работают, потом каким-то, ну, другие месяца прибыль, и в среднем там выходит на какую-то окупаемость, либо не окупаемость. Так, дальше. Не вижу, какой слайд открыт был, какой нет. Значит, следующее. Определяем маркетинговые метрики проекта. То есть, как мы будем мерить эффективность. Так, есть вопросы. Наверное, частично дают гарантию продуманная стратегия создания и развития того же магазина и бизнеса. Да, совершенно правильно, Максим. Но об этом мы как раз и говорим, что необходимо изначально все просчитать и продумать, согласовать все с поставщиками, посмотреть, пройдете вы про конкуренцию или не пройдете, просчитать по каждому рекламному каналу. Но об этом мы как раз, к этому мы как раз сейчас и подходим. Начало абсолютно ноль. Эту конференцию можно смотреть каждый через 7 дней будет. Ну, хорошо. Значит, дальше. Сколько зарабатываем и на чем? То есть, нужно определить, сколько зарабатываем, на чем, какие есть ограничения. Первое. Сколько зарабатываем и на чем? То есть, мы смотрим максимальную стоимость продажи. То есть, сколько максимум мы можем потратить на привлечение одного покупателя с учетом там жизненного цикла, с учетом перекрестных продаж и с массой другими метриками. Анализируем. Сколько, в принципе, максимум мы должны при наших договоренностях там с поставщиком и так далее потратить на одну продажу, чтобы не уйти в ноль. Сколько стоимость каждого конкретного посетителя. Это уже нам будет проще просчитать. Опять же, пока нет у нас аналитики непосредственно по вашему интернет-магазину, так как у вас пока интернет-магазин еще не создан, вы можете взять средний какой-то показатель по конверсии. Ну, практика показывает и проанализировать средний интернет-магазин, рунетовский, то уровень конверсии в них от 0,5 до 2, но иногда 3, там 3,5 процента уровень конверсии. Поэтому вы можете, в принципе, взять уровень конверсии вот в этом диапазоне и просчитать, сколько максимум вы можете платить за привлечение одного целевого посетителя. Пока вы не просчитаете вот этот показатель, вы, собственно, не сможете эффективно управлять ставками и запускать там рекламные каналы различные. Вы не сможете понять, окупится у вас или не окупится данное вложение. И второе, на что следует обратить внимание, это на ограничения. То есть, опять же, вам необходимо вот в этом плане просчитать, какое минимальное количество продаж, чтобы выжить. Вы четко понимаете, что чтобы мой интернет-магазин хоть как-то работал просто на безубыточность, я должен продавать по 10 товаров в день, допустим, либо там по одному товару в день. И максимальное. Опять же, почему-то многие считают минимальное количество, но очень мало народу считают максимальное количество. То есть, сколько максимум продаж вы можете сделать. Вот, опять же, у нас есть образовательный центр seostadio.ru и недавно как раз один преподаватель рассказывал, говорит, он на занятии, на индивидуальном занятии студенты спрашивают, собственно, а какие вообще у вас ожидания, сколько максимум, они там продают тоже какие-то образовательные курсы. Спрашивают, но вот сколько максимум вы считали, сколько максимум вы можете обучить народу в месяц? Он говорит, хороший вопрос, я подумаю. И потом дала ответ. Говорит, вы знаете, мы что-то посчитали, что в принципе мы сейчас уже и работаем практически на максимуме. То есть, чтобы расширить максимальное количество возможное студентов, чтобы можно было максимум больше обработать, им нужно было перестраивать некоторые процессы, им нужно было дополнительный класс, дополнительное время и так далее. То есть, необходимо сразу же заранее просчитывать максимум, максимальное количество продаж, сколько вы можете в принципе освоить. И нужно опять же понимать, что чем больше эта планка, тем больше вам нужно будет, тем дороже будет стоимость каждой продажи. Продать одну какую-то штучку стоит недорого, а продать там уже контейнер таких штучек, это уже немножко другие вещи. Поэтому с этими ограничениями тоже нужно их нужно смотреть, их нужно анализировать и вот в ваш бизнес-план их обязательно записывать. Поэтому, к чему, собственно, все это я говорю. Первое, вам необходимо определить общий потолок, грубо говоря, объем возможного спроса. То есть, сколько всего в интернете есть спроса на данный, на ваш товар, на товар вашей ниши, который вы планируете продавать. Как это делается на практике? На практике это делается следующим образом. Составляется полное семантическое ядро, то есть, собираются все ключевые запросы из вашей тематики. Ну, берете, допустим, там, из WordStat, ParCity WordStat или как-то базы используете по ключевым запросам. Составляете полное семантическое ядро. Дальше анализируете запросы по вашему непосредственно региону. Если это Москва, значит Москва, если там Екатеринбург, Екатеринбург, Петербург, значит Самокпетербург. Анализируете количество запросов. Значит, естественно, что вы выделяете существенные факторы, а именно сезонность, тренды, другие сезонные факторы, ну, другие такие существенные факторы выделяете. и просчитываете возможную долю на рынке. В принципе, какую долю вы можете занять. Вот сейчас я попробую вам показать на экране. Надеюсь, у меня это получится. Показать полный экран. Я вам покажу, как, собственно, определяется. сейчас видно. А, да, видно, видно, все отлично. Так, смотрите, давайте я вам покажу. Заходите, например, в инструмент Spyworks. который вы можете использовать для анализа конкурента. Либо в инструмент, ну, допустим, там, не знаю, 7Rush, все, любой похожий сервис. Вводите ключевой запрос из вашей ниши. Допустим, детские комбинезоны. И нажимаете отследить. Смотрите конкурентов. Конкурентов по Яндекс.Директ, конкурентов в натуральной выдаче. В данном случае нас интересуют бюджеты, которые в вашей нише тратят ваши конкуренты. Допустим, есть интернет-магазин Наденька. Кликаем на домен. Данный интернет-магазин не крутит контекстную рекламу, во всяком случае, по Москве. Скорее всего, это какой-то региональный интернет-магазин. Давайте возьмем вот этот интернет-магазин, довольно-таки знаменитый, довольно-таки популярный. Вот смотрите, интернет-магазин, который крутит рекламу по запросу детские комбинезоны. Всего в контекстной рекламе в Яндекс.Директ у него 133 тысячи запросов, в Google 189 тысяч запросов. Средние позиции, количество запросов натуральной выдачи, по которым этот сайт показывается в натуральной выдаче, с сел-техниками используют. И дневной бюджет по контекстной рекламе. Вы видите, почти 300 тысяч в Яндекс.Директе и еще 80 тысяч в день бюджет по Google AdWords. Сколько трафика данный интернет-магазин получает? Понятно, что один интернет-магазин анализирует, смысла нет. Необходимо сделать выборку, допустим, там, десяток интернет-магазин детских товаров и посмотреть, какие средние бюджеты у этих интернет-магазинов. Если эти средние бюджеты, как вот здесь, в районе полумиллиона в день, ну, я думаю, вам стоит серьезно задуматься о выбранной вами нише. Плюс я вам обещал показать, как анализировать эффективность рекламных компаний. Вот смотрите, недавно анализировал интернет-магазин электроники Юмор. Вбиваем юмор.ру, нажимаем отследить. Смотрим все запросы в Яндекс.Директ и что мы видим? Смотрите, какой слив бюджета идет. Объявление Юмор показывается по запросам погрузчик Москва, показывается объявление конструктор лего, фронтальный погрузчик, детские игрушки, игровые комплексы 1060 рублей. При этом стоимость клика 1090 рублей. Понятно, что рекламодатель Юмор наверное вручную это не настраивал эти рекламные кампании. Скорее всего, да и даже не скорее всего, а это анализ показал, эти объявления подгружаются с Яндекс.Маркета. Но дело в том, что в Яндекс.Маркете ставки за клик примерно такие же, как и в Яндекс.Директе. Поэтому заплатить 1060 рублей, вернее 1090 рублей, а продать какой-то конструктор за 1060 рублей это колоссальный слив бюджета. И вот посмотрите другие. Фронтальный погрузчик уровень конверсии, какой бы он ни был, даже если 100% он у них будет, у них все равно рекламная кампания не окупится. Поэтому после того, как вы стартанете ваши рекламные кампании, я бы на вашем месте проанализировал как свои рекламные кампании, насколько они эффективно работают, так собственно и рекламные кампании ваших ближайших конкурентов. Давайте вернемся обратно к слайдам и пойдем дальше. Анализируйте конкурентов, анализируйте возможную долю рынка, сколько требуется. Тут вопрос от Ольги, если оборот у такого магазина высокий, то нишу лучше не брать. Тут вопрос к вам, Ольга, в основном. Насколько вы готовы конкурировать в такой нише с интернет магазинами электроники тут все еще хуже. на самом деле, чем с многими другими нишами. Почему? Потому что тут очень легко сравнить один товар с другим. В услугах это сложно сделать. Допустим, один обещает продвинуть сайт на топ-1, а второй обещает уровень конверсии поднять на 100%. Очень трудно сравнить эти услуги. Допустим, ноутбук Acer определенной модели с другим интернетом, другим ноутбуком Acer. Очень легко сравнить. Даже если они называются по-разному, то по товарной матрице вы можете сопоставить и сравнить цены, составить некоторую матрицу в соответствии, так называемую, и сравнить стоимость этих ноутбуков в различных интернет-магазинах. Поэтому тут в основном вступает ценовая конкуренция, а в ценовой конкуренции выигрывает тот, кто больше, потому что у него закупочная цена будет по-любому ниже, чем у вас. Он берет у оптовика миллион штук товара, а вы берете 10 штук товара, у кого скидка будет больше. Поэтому анализировать по цене с такими гигантами у вас будет довольно-таки проблематично. Поэтому тут надо еще раз повторять неоднократно это. Необходимо выбрать очень правильную нишу, в которой вы будете работать и проанализировать это. И до детального анализа я бы на самом деле не стал вкладывать время, деньги и так далее. Дальше оценивайте затраты на привлечение трафика. Я вам сейчас показал, как это можно сделать в спайвордс. Можно также проанализировать всем раж, сколько в среднем стоит клик, сколько в среднем, какие бюджеты в данной конкретной нише, данной конкретной тематики. И последнее это именно сравнение полученных данных с теми KPI, которые мы разбирали на прошлом слайде. То есть Key Performance Indicator, ключевые индикаторы эффективности. Мы смотрели, просчитали, сколько максимум вы готовы платить за одного покупателя, за одну покупку, и сколько максимум вы готовы платить за целевого посетителя с определенным коэффициентом конверсии. И вы сравниваете как количественные показатели, так и финансовые показатели, чтобы не прогореть. Потому что, да, по некоторым рекламным каналам вы можете проходить поставки за клик, но там настолько ничтожное количество кликов у вас будет, что собственно даже эти клики не интересны. Так, подскажите ссылку на этот сайт, который анализирует, да, вот мне подсказывает spywords.ru, совершенно правильно, либо 7rush.com. Сравниваете количественные метрики, так и финансовые метрики. Проходите вы по ставке за клик, либо не проходите. По каждому рекламному каналу, опять же, как только вы определили рекламный канал, Яндекс.Директ, Google AdWords, SEO, реклама ВКонтакте, видео реклама, масса способов продвижения, и смотрите по каждому рекламному каналу. По какому-то рекламному каналу вы проходите по ставке за клик, оставляете его, не проходите, корректируете ключевые фразы, корректируете ваше рекламное объявление. Поэтому, если у вас это сравнение с вашими KPI произошло успешно, то все, начинаем работать, все отлично. Если где-то не проходит, то есть у вас всего-напсего два варианта. Либо поиск более дешевых источников трафика, либо изменение вашей бизнес-модели. Пошли заново к поставщику и пошли заново передоговариваться. Смотрите так, что-то более пошлины большие, надо как-то оптимизировать это все дело. Меняйте полностью бизнес-модель. Подскажите, где реклама более эффективна. Реклама более эффективна для каждого бизнеса своя. Практика показывает, и вот опять же, я сейчас уже обратно в браузер не буду возвращаться, времени очень мало. Реально в Google AdWords ставка за клик во многих тематик, в большинстве тематик раза, иногда в два, в три, иногда даже в десяток раз ниже, чем в Яндекс Директе. Яндекс Директе все-таки, как это самый популярный фейсковик, гораздо эффективен, эффективнее, больше трафика дает, но гораздо более дорогого, чем, допустим, Google AdWords. Неплохо в некоторых тематиках работают тизерные сети, там ставки очень ниже, гораздо ниже, чем в контекстной рекламе, но, конечно, они трафик дают менее конверсионный, но если в общем просчитаете, вы, конечно, и тратите меньше, но и конверсии получаете меньше. Поэтому в некоторых тематиках имеет смысл проанализировать тизерные сети. Видеореклама довольно-таки неплохо работает, когда вы снимаете определенные видеоролики про ваши продукты и затем в Google AdWords запускаете, допустим, видеорекламу и так далее. Тут нужно анализировать каждый ваш конкретный рекламный канал и сравнивать их с теми финансовыми KPI, которые вы для себя поставили. Значит, дальше я вам хочу показать реальный кейс. вот наш заказчик, естественно, я не смогу вам сказать, кто это конкретно. Кроме того, скажу, что циферки немножко модифицированы, потому что не имею я права на реальные цифры вам показывать. У нас как договора о кондициальности и так далее, у нас будут проблемы, если реально назову какие-то конкретные цифры каких-то конкретных клиентов. Поэтому цифры тоже немножко модифицированы. Но, в принципе, они просто на определенный процент изменены и все. Поэтому суть остается та же самая. Значит, первое, что необходимо и что мы делаем клиенту, данный кейс это для действующего интернет-магазина, не для нового. Что мы просчитали? Мы просчитали первое, это сезонность поискового спроса. При этом мы его просчитали как по Москве, так и в общем по Российской Федерации. И видите, есть действительно сезонность у данного товара и сезонность разная для Москвы и для регионов. Для регионов здесь еще подмешивается то, что если Москва уже вся забита, то есть уже тренд, к росту тренда нет, он играется в рамках своего диапазона, то по Российской Федерации намечен конкретный тренд того, что в некоторых регионах еще не идет развитие данного бизнеса, идет развитие спроса. Поэтому первое, что нам нужно, это важный фактор, определить есть ли сезонность у вашего товара, который вы планируете продавать и какая она самая сезонность, какие месяца вы четко понимаете, что скорее всего будете проседать, какие месяца у вас будут определенные пики. Данный анализ мы делаем по данным допустим статистике того же самого ворстата по различным регионам. Дальше что мы смотрим, это определяем те самые метрики и ключевые индикаторы эффективности. Смотрим по динамике в определенные затраты, которые необходимо вкладывать на поиск, в яндекс. директ, в адворд, те затраты, которые совершаются. Сколько новых посетителей, сколько вернувшихся посетителей. Самое интересное тут конечно вот эти самые KPI. Это нам дает сам заказчик для входа до начала работы. Он нам говорит, что сейчас у нас допустим стоимость посетителя 50 копеек и стоимость продажи где-то в среднем 44 рубля. Именно с этими цифрами мы работаем. Понятно, что и стоимость посетителей, и стоимость продажи могут расти, и они скорее всего будут расти, но они будут расти вместе с общими оборотами. И это понятно, что они будут расти, потому что чем больше мы генерируем оборотов, тем больше мы генерируем дохода, тем за счет наших усилий, за счет эффективного управления контекстной рекламы, за счет вывода сайта на топовые позиции и так далее. Стоимость посетителя может сокращаться, так как мы выбираем высококонверсионные запросы, и для расширения нам требуется уже продвигаться по менее конверсионным запросам, но все равно они покупаются, все равно они довольно-таки эффективные. И третий самый интересный слайд, это именно прогноз дохода, он рассчитывается исходя как раз из наших работ, здесь затраты на 7, это имеется ввиду затраты на компанию 7 комплекс, именно на нас, то есть сколько мы берем за то, что увеличиваем доход определенного интернет-магазина. Здесь мы просчитываем три варианта, это минимальный вариант, который мы уж увеличим на 100%, то есть мы четко уверены, что допустим к апрелю 2014 года на 15% мы рост продаж сделаем, то есть вклад всем комплекс в рост продаж, 15% по-любому меньше не получится точно никак, берем оптимальный вариант, то есть скорее всего этот вариант сработает, и максимальный вариант просчитываем, если будем вообще пахать без перерывов, без выходных, все свои усилия направим, все ключевые запросы семантического ядра будут вылезать быстро в топ и так далее, то есть какой максимальный доход мы получим, просчитываем все эти формулы, и дальше уже на основании определенных формул, которые в договоре согласовываются, мы берем некий процент от того дохода, который именно дополнительный, не от всего дохода, а именно от дополнительного дохода, который за счет наших усилий мы привлекли, дополнительно увеличили доход на 10 миллионов рублей, получили свои 400 тысяч рублей, увеличили на меньшую величину, получили больше, увеличили на большую величину, получили еще больше, то есть тут уже идет непосредственно от ключевых индикаторов эффективности. Максим хочет задать щекотливый вопрос, узнать мнение, о людях так ну тут это вы не ко мне задаете вопрос насчет Макса Херовского, честно говоря, никогда не слышал ни фамилии, ни имя, поэтому ничего не могу сказать, ну, наверное, специалист какой-то. Вот, поэтому собственно необходимо просчитывать все это заранее, какие положения потребуются, потребуются ли они просчитывать нишу, смотреть сколько денег тратится в каждой конкретной ниши у конкурентов, все это необходимо естественно анализировать именно на этапе бизнес-планирования, потому что сразу же так родилась у меня идея, все, хочу создать интернет-магазин, надоело работать на дядю, хочу теперь зарабатывать кучу денег, это не вариант, это как бы так ни о чем. Значит, полезные ссылки, где вы можете посмотреть информацию по веб-аналитике, например, по Google Analytics, есть компания американская Royal Revolution, у нее есть блог, там огромное количество информации по веб-аналитике, мы проводим на АСИМ-онлайн, бесплатные онлайн-семинары по интернет-маркетингу, на АСИМ-стадии у нас есть как статьи по интернет-маркетингу, так и проходит обучение с индивидуальным преподавателем, когда во время обучения вы продвигаете ваш сайт, повышаете уровень конверсии, ну и услуги это компания СИМ-комплекс. Значит, здесь мои контактные данные, кому нужна будет презентация, то можете написать и я вышлю вам презентацию. Ну и плюс некоторые бонусы, которые я хочу дать слушателям данного вебинара, это три бесплатных видеоурока из энциклопедии, из видеоэнциклопедии по интернет-маркетингу, которая сейчас создается. Бесплатно могу дать вам одну из своих книг, она реально продается за тысячу рублей, но если перейдете по вот этой ссылке, то вы сможете загрузить ее бесплатно. И 29 октября в Санкт-Петербурге пройдет семичасовой тренинг по комплексному интернет-маркетингу. Можете написать на supportsobaka.seostady.ru и вам дадут 50% скидку на нее. Если есть какие-то вопросы именно по предпроектной подготовке, по бизнес-планированию для интернет-магазина, то готов сейчас ответить. Я так понимаю, что у нас времени осталось минут 5-10, но на несколько вопросов я постараюсь ответить. Сколько примерно стоит индивидуальный? Имеется в виду индивидуальный преподаватель? С курса с индивидуальным преподавателем стоит 34 тысячи. Почта supportsobaka.seostady.ru Можете туда написать. Либо моя почта аяковлев.seostady.ru Контакты. Вот мои контакты. У нас есть группа ВКонтакте, где мы выкладываем видеозаписи наших вебинаров в Твиттер. Либо звоните либо пишите на e-mail. Не успевайте записывать ссылки, вы запишите главное e-mail и я вам вышлю презентацию и там будут все эти ссылки совершенно активны. Но я отсюда не смогу скопировать ваш e-mail. Вы лучше пишите на почту. Да, вот Виктор даже прислал уже скриншот вам. Вопросы какие-то есть. Это все организационные моменты, которые вы сможете в любой момент с организаторами обсудить. Либо давайте переходить уже к следующему докладу. данная информация была для новичка либо нет. Я тут немножко некорректный вопрос. Новичка в каком плане? В техническом плане? Либо в плане открытия бизнеса? Если вы какой-то из этих шагов упустите до открытия интернет-магазина, тогда я думаю, что это была информация вам лишняя для новичка. книгу можете получить перейдя по ссылке. У меня интернет-магазина нет, у меня есть ряд других бизнесов интернет-магазинами, я плотно занимаюсь именно клиентскими. Тут это не хорошо не плохо, просто наверное пока я не нашел той ниши, которой я хотел бы развивать бизнес. Я не хочу именно онлайн организовывать, я хочу если делать бизнес, то именно бизнес, когда бизнес работает на меня. Ссылка вот она seustady.ru по движению сайта. Пару слов о нашем бизнесе. У меня есть бизнес, у меня есть учебный центр seustady.ru, есть именно компания, которые занимаются комплексным интернет маркетингом. Кто детально слушал, тот мог уловить для себя такой важный момент, что собственно те наши клиенты, с которыми мы активно работаем долгое время, они собственно это тоже часть моего бизнеса, потому что я получаю процент от того, что собственно наша компания делает. Чем мы больше увеличиваем прибыльность интернет магазина, тем собственно мы больше зарабатываем. грубо говоря имеем юридически нельзя конечно это сказать, что доля в бизнесе, но фактически это так и получается. Есть еще вопрос на консультацию подвес действующему интернет магазин. У нас есть курс по повышению конверсии, вы можете на него записаться с индивидуальным преподавателем шаг за шагом улучшать продажи вашего сайта. Либо у нас опять же на сайте учебного центра есть ссылка к консультации и можете заполнить форму и записаться на консультацию. Хорошо, давайте уже тогда переходить к следующему докладчику, потому что вопросы пошли немножко не в тему доклада. Если будут какие-то конкретные вопросы, то лучше пишите на электронную почту. как понимать бесплатная книга, вы можете ее приобрести за 1000 рублей, вы можете приобрести ее в печатном виде, в районе 400-500 рублей, но для сегодняшних слушателей вебинара есть возможность скачать ее в PDF-версии совершенно бесплатно, перейдя по определенной ссылке, она у вас останется. Да, вот Роман подсказывает, что да, она останется вам бесплатно. Так, кто у нас следующий докладчик? Валерий. 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 Продолжение следует...